привет всем вот такой вот у нас зомби пылесос без ручки уже пошатанный скарлетт 1600 ватт с контейнером для сбора пыли жалоба банальная не включается просто не включается кому интересно моделька sc280 сейчас будем разбирать там у нас саморезы находятся четыре штуки пылесборник снимаем саморезы выкручиваем и уже будем смотреть что внутри вот открыл а тут водец будем открывать дальше смотреть если двигатель целый то чаще всего выходит семистор в регуляторе мощности вот он на радиаторе но если вода уже сделала свое дело только замена двигателя но в любом случае мы сейчас откроем и все это посмотрим тут кстати хочу обратить ваше внимание пыли очень много через двигатель летела что говорит о нарушении работы фильтра в общем открыл я мы видим как тут все засралось двигатель там приклеился и заметил вот тут вот было замыкание на плате ну принципе не страшно регулятор примитивный ничего сложного семистор поменяем дорожки восстановим будет работать главное чтобы у нас двигатель выживший был мы сейчас его буду отдирать в общем смотрите ребят купили подшипники новенькие верхний сухой нижний заклинивший тут видно следы в этих местах щетки приклеились как вашу получше фокус был вот видите вот эти места с обратной стороны такое же ну поменьше в общем из-за чего это все банально попала вода двигатель в воде вот прям видно и тут воды много после попадания воды я не знаю каким образом никогда правду не узнаешь двигатель точнее пылесос оставили просто без внимания забыли про него за это время вода сделала свое дело потом я как понял решили включить двигатель заклинивший ну и хлопнул регулятор других как бы объяснений нету ничего страшного сам движок целенький мы сейчас меняем подшипники все ставим на место вот это вот все щеткой убираем всю эту каку потом пробуем напрямую запустить и после этого уже будем разбираться с регулятором оборотов как я уже говорил там ничего сложного в общем все сами видите сборку разборку двигателя не стал показывать у меня уже не один ролик есть о том как собрать о том как разобрать как поменять подшипники напрессовать как их снять поэтому это все мы опустим пропустим и начнем уже дальше снимать после сборки в общем собрал я движочек статор взял другой почище точно такой же кстати лжишный движочек один в один все подключил искрение есть небольшое но это не страшно щетки будут притираться тут тоже искрение это для новых щеток нормально поработает пол часика двигатель искрение будет совсем маленькое должно быть не толще спички по кромке щетки ну на этом двигателе оно будет еще меньше в общем сейчас обкатываем его после чего упаковываем корпус и разбираемся с регулятором мощности в общем смотрите регулятор восстановил отдельный ролик буду делать именно по регуляторам поэтому не стал показывать каким образом я этот регулятор лечил просто на словах объясню когда включил он на полную мощность работал не регулировался что я заменил семистер вот он на теплотводе с тремя ножками у нас семистер бта 12 800 в 12 ампер 800 вольт не знаю фокус появится не появится поставила стиральной машинки с блока управления взял в общем сейчас соберу и покажу что все регулируется включим послушаем в общем смотрите работает четко постройник шумов нет восстанавливается мягко единственное что потеряли ручку я не знаю как они без ручки будут и вот тут вот эта решетка вылазит хотя я уже поджал язычок все равно она пытается вылезти ладно что-нибудь придумаем вот так пылесос рабочий еще у меня подозрение что скорее всего этим пылесосом пылесосили машину оставили в гараже где он не только подгнил там также холода воздействовали на него нехило так но это мое подозрение не знаю может быть и не так может быть просто дома им как моющим пылесосом пользовались не суть так то что вода была в моторе мы это исправили подшипнички поменяли что у нас в итоге получилось сейчас в этом творческом бардаке найду подшипник так подшипничек один нашел второй наверное где-то упал ладно в общем два подшипника один семистор это вот то что нам пришлось менять подшипники оба 608 двигатель кому интересно от лжи шторма подойдет один в один ну такой вот агрегат такой вот ремонт кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал нажмите кнопочку колокольчик дабы не пропустить свежие ролики желаю всем успехов жизни без поломок скоро увидимся скоро увидимся